Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Я думаю, что те, кто знает и любит наш телеканал, с удовольствием смотрят эту программу. Ну а те, кто только подключился к нам, кто еще, может быть, первый раз узнал об этой программе, могу сказать сразу и ответственно, что вы нисколько не пожалеете о том, что проведете этот вечер в компании нашего телеканала и уж тем более с программой Квартирник. Потому что к нам сегодня в гости пришел замечательный человек, гитарист, что называется, мастер своего дела и просто человек с золотыми руками. Андрей Аршуляк. Здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Очень приятно в этой студии для вас спеть, рассказать, пообщаться. Андрей, у нас есть такая традиция, за 10 лет, сколько выходит уже программа в эфир, у нас есть традиция, чтобы наши телезрители сразу окунулись в ту атмосферу, которая будет здесь у нас на Квартирнике. Давайте мы сразу что-нибудь сыграем и наши телезрители поймут, почему они должны задержаться у телеэкранов, потому что будет звучать хорошая музыка. Я хочу начать нашу программу «Песни и ветер», которая, может, характеризует мою собственную суть и которой я открываю, в общем-то, концерты, которые я даю. Загулял бродяга ветер, балагур и весельчак, я спиной его заметил в теплых солнечных лучах. Он трепал за шевелюру, в ухо свистнул между дел, листья вскачь пустила люра, словом ветер загудел. Поиграл травой засохший, крепко лапы елем жал, Клен тряхнул он со всей мощи, лиственной раздул пожар. В трубы выл, как волчья стая, в проводах жужжал, как шмель. Отгадка здесь простая, бродит в нем осенний хмель. Ветер, ветер, ветер озорник, как хотел бы убежать за ним. Ветер, ветер, ветер озорник, как хотел бы убежать за ним. Мне бы с ветром в саму пору гнать, и в этом есть резон. Перебьешься, ветер вторил и рванул за горизонт. Ветер, ветер, ветер озорник, как хотел бы убежать за ним. Ветер, ветер, ветер озорник, как хотел бы убежать за ним. Убежать за ним. За ним. Вот такая песня. Да, спасибо большое. Ну, чувствуется авторская рука. Давай немножко расскажем нашим телезрителям о том, где родился, где проводил свое время до того, как пришел ко мне на квартирник. Родился в городе Южно-Сахалинске, где пробыл до 10 лет. Потом переехал в город Армавир, Коснодарского края. Закончил школу там. Поступил в военное училище в городе Ростове-на-Дону. Служил в Казахстане, на Украине. И, в общем-то, с 90-го года сейчас я пребываю в городе Ростове-на-Дону. А в 2010 году началась моя творческая карьера или биография. Я написал, наверное, под тысячу стихов. Если три года назад я говорил, что у меня более 500 песен, то теперь, может быть, на сотню-две больше. То есть ты хочешь сказать, что буквально несколько лет назад ты начал писать стихи? Да. А гитару ты взял в руки? Ну, с гитарой шестого класса. Это, в общем-то, наверное, карьера любого человека, который берет в руки гитару в то время. Это вокально-инструментальный школьный ансамбль. Это гитара по жизни. Первая встреча с творчеством Владимира Высоцкого, которую я очень обожаю. И, может, мои коллеги говорят о том, что творчество именно Владимира Высоцкого наложило именно на мое творчество такой вот незладимый след и узнаваемые вещи. И, в общем-то, очень приятно было, когда я попал в инициативную группу по созданию памятника Владимиру Высоцкому в городе Ростове-на-Дону. Мы несколько лет давали благотворительный концерт. Эту группу возглавляла редактор телевидения Дон-ТР Людмила Скворцова. Огромное спасибо за ее организаторскую мощь. И памятник был поставлен. И сейчас возле этого памятника выступают барды. У меня есть посвящение Высоцкому. И вот одно из них, может быть, которое сейчас я вам исполню, это, в общем-то, сюжетный такой материал, который основан на реальных событиях, когда я служил в армии, и когда пурга, мороз, минус 30, заглохла машина, и, в общем-то, до тепла пришлось идти несколько километров. И вот именно под песню дорожная история так заровняет, что не надо хоронить. Вот эти строки меня двигали вперед. И со мной еще были эти самые люди, которых приходилось, может быть, даже подталкивать, и, причем, наглую. И спустя годы родилась песня по мотиву именно песни Владимира Высоцкого. И, в общем-то, вот эта подача, может быть, ответ именно Владимиру Высоцкому, как бы эти события осветились 30 лет спустя. Она так и называется «КамАЗ-НЕМАЗ» 30 лет спустя. Тогда не будем, как говорится, там и телезрители, и давайте исполним эту песню. Я вышла ростом, но с отцом, я не в ладах, а в мать лицом. Папаше внешность помню как-то смутно. По жизни вроде все успел, пять лет как на «КамАЗа» сел, и по стране гоняю груз попутный. Кручу колеса ночью, днем, кручу под снегом и дождем, «КамАЗом» рву в любой меридиан. Омсочи, Краснодар и Тверь, везде, куда откроет дверь, не страшен мне суровый Магадан. И вот везу я нужный груз, маршрут я помню наизусть, пятьсот вперед, там поворот, и вправо триста. Дорога снежная в тайге, на десять верши ли я нигде, давлю на газ, гоню «КамАЗ» я очень быстро. Над горизонтом солнце шар, меж сосен скачет, как пожар, огонь холодный душу растревожил. В груди ж кребет, куда ж он прет, а вдруг беда, и кто ж придет, затасковало, сердце малопожил. На повороте мой «КамАЗ» в сугробе колесом увяз, загружен полно, рву «КамАЗ» я взад берет, я волком вою, страх берет, совсем один на тысячу верст пою Высоцкого с надрывом «МАЗ-500». Стемнела быстро и луна, подруга мне теперь одна, луна как связь, как жизненная нить. Приемник волны не берет, а голова мотив поет, так заровняет, что не надо хоронить. Мороз по тридцать-тридцать пять, день-ночь сменяет, день опять. Листаю свою жизнь за кадром кадр, и твердо понял, что пока кипят мозги, берет рука, я буду жив, а Бог поможет, буду рад. Метет метель и холода, нет, я не сдамся никогда, седьмые сутки на морально-волевых. Да видно организм пристыл, я потихонечку поплыл, не слышит тело точек болевых. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. Сознание мне представило в бреду, и яркий свет, и щебет птиц, и череда знакомых лиц. Над облаками медленно плыву, вливается тепло в меня. Спасатели уже три дня по всем гоняют перелескам и лощинам. Глаза с трудом я разодрал, Глубами тихо прошептал, Спасибо, что живой, О груз в машине. Про МАЗ-500 неделю пел, И потому остался цел. Высоцкого при жизни я не видел, За упокой его души, Свечу поставил от души, Прости, Господь, То ли я того обидел. Вот такое посвящение. Спасибо, спасибо большое, Андрей. Ты знаешь, я когда слушал, во-первых, я видел твои эмоции при исполнении, видно, что это все проходит, и проходило, и прожито, да, все это было пропущено через себя, и я когда слушал слова, мне почему-то обязательно хотелось сказать, что я вот, к сожалению, вживую не смог услышать Высоцкого, и тут я это слышу, слышу в стихах и в этой песне. Значит, в общем-то, мы, наверное, с тобой на одной волне. Да, были вот в преддверии 80-летия Высоцкого в музыкальном театре, в Ростовском был концерт посвящен. Я очень обожаю, очень много знаю песен, и вот в доме Высоцкого, в музее в Краснодаре неоднократно делал концерты. Ну, это такая ниточка, которая все-таки связывает, что это действительно великий поэт российский наравне с Юрием Гагариным. Юрием Гагариным это 20 века, люди вот именно нашей страны. Можно, наверное, много говорить о тех, не знаю, самородках, которые у нас были в Советском Союзе, да, это можно вспоминать и Акуджаву, и Галича, и Розенбаума. Это люди, которые действительно положили какой-то фундамент под основу того, что сейчас вот мы, те, кто уже идет после них, ну, я тоже так себя немножко причисляю, потому что, ну, тоже люблю песни этих исполнителей. А вот скажи, пожалуйста, вот эта музыка, она тебя вдохновила, она тебя зацепила? Почему ты взял в руки гитару и стал уже потом свои стихи накладывать на музыку? Ну, это как бы пришло, ну, может быть, настал такой период, когда уже большая часть жизни прожита, дети устроены, все хорошо, и здесь появляется свободное окно, через которое, наверное, Бог дал. И пошло вот это вот под мотив, под аритмическую основу, постоянно стихи, 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 и получилось так, что вот, начав писать в 2010 году, я за год прочитал всю поэзию, которая только была. Я в это время не только читал, сутками, причем все подряд, советская поэзия, Твардовский, Маяковский, Рождественский, Серебряный век, поэзия, будем говорить, уже русская классика. И когда через год я прочитал трехтомник Лермонтова и понял, что все, больше ничего писать не буду, это вот, и так получилось, что, в общем-то, самым близким по духу мне стал поэзия Лермонтова, ну и, естественно, Евтушенко, Евгений. Это вот настолько поэзия, которая доходчива, она хлесткая, в общем-то, пропущенная, наверное, все-таки через жизнь. Наверное, есть поэты, которые рождают мертвые стихи, почему? Потому что, как мы их называем, книжные мальчики, которые жизнь знают по книжкам, а те люди, которые действительно, ну, может, хулиганы по жизни, там, все у них не так, может быть, что-то не лается, вот именно вот от таких людей исходит. Вот душа кладывается вот в те строки, которые выливаются в песни, а потом песни эти на концертах звучат и воспринимаются очень тепло. Скажи тогда, для тебя поэзия. Поэзия, понятно, ты говорил о том, что это Лермонтов, это Твардовский, Цветаева, да? Для тебя что поэзия? Это рифма в конце каждой строчки или это все-таки разрыв, не знаю, сознания? Ну, это, наверное, уже образ жизни. Почему? Потому что, ну, вот в любое время, ночью, днем, в поезде, за временем автомобиля, если что-то сверху приходит, какая-то строка, то я пытаюсь, в общем-то, не игнорировать вот этот посыл. И сразу берется ручка-карандаш и начинается все это строчкой нанизывать. Это, ну, это образ жизни, наверное. Как это приходит? Это невозможно объяснить. Я всегда задавался... Появляется просто желание. Я всегда задавался себе вопросом, как Пушкин, простите, что сравниваю, но как у Пушкина вообще могло все это прийти, в голову, чтобы потом все это записать? И как? Олег, ну, невозможно. Невозможно это объяснить. Объяснить, да. Ну, это может быть дар какой-то, данные, которые нельзя игнорировать. Это очень серьезный труд. Почему? Потому что нужно находить время, работать над стихом, переделывать его. И когда, в общем-то, бывает так, что находишься в жюри очень многих фестивалях авторской песни, помогая начинающим, которые игнорируют, может быть, основу стихосложения, но я понимаю, что вот у Высоцкого был четкий ритм, такие хорошие, своеобразные авторские рифмы, которые, ну, просто иногда думаешь, ну, вот как может человек додуматься до этого? Вот это для меня, как бы, образец, как подойти к поэзии. Я согласен. Почему? Потому что, мне кажется, очень долгие годы, очень долгие годы, может быть, не общество, но определенные слои, скажем так, населения, не хотели принимать Высоцкого как поэта? Да? Ну, это, наверное, конфликт власти и поэта. А он ведь поэт. Конфликт власти. Ну, система, к сожалению, сделала таким образом, что, вот только сейчас, хотя и молодежь, последнее время, интересуется творчеством Высоцкого, и вот благодаря, может быть, усилиям нынешней власти, сейчас вот Высоцкий, действительно, поставлен на ступень, ну, достойной подражанию, влиянию. Почему? Потому что это гражданский поэт, то есть, со своими песнями он влияет на сознание, на патриотическое воспитание, и игнорировать это просто невозможно. Вот тогда давай мы не будем игнорировать, тем более у нас программа музыкальная. Ну, мы с казачьего края, если, как бы, Розенбаум написал, находясь в Питере, как цикл казачьих песен, творчество, которое я просто обожаю, и у меня даже в какой-то период было подражание, у меня есть песня казачья, которую я хочу сейчас исполнить. С удовольствием, с удовольствием. Задремал под Олег Льхой, и Саву Малу Малу Льки. Ну, это у Розенбаума у нас. Естественно. Дело в том, что Лихолетие, вот это, которое было на Дону, оно коснулось настолько уклада родственных связей каких-то, и, в общем-то... Казак Седой, Слезу пустил на свете все клинья, шептал губами, стряхивая чубом, уткнувшись в морду своего коня. Лихой рубака в долговоротном деле Здесь у могилы Другов-казаков Покалялся Богу, что за все ответят, что будет насмерть бить своих врагов. Врагов, что землю поливали кровью, за то, что дом родной в огне исчез. Не дрогнула мозг, не повел он бровью, скрипит зубами, молча жмет Пефес. Носился вихрем по степям родимым, и не давал покоя он врагу. Не посрамил в бою свои седины, сложил он голову в большом лагу. Не посрамил в бою свои седины, сложил он голову в большом лагу. И будут жить запавших казачата, что подросли, как у дорог трава. О них сегодня запоют внучата, Падон уходит от тех днях малова. О них сегодня запоют внучата, Падон уходит от тех днях малова. Падон уходит от тех днях малова. Спасибо, спасибо большое. Мы говорили о поэзии, мы говорили о тех стихах, которые входят в основу музыкального произведения. Давай сейчас немножко поговорим о самом музыкальном инструменте. Насколько мне известно, наши телезрители еще не знают, но сейчас они это точно узнают, что оказывается инструмент, на котором играет Андрей, это произведение собственных рук. А-ля Эндер. Да. Да. И вот это понимание может быть инструмента пришло из того, что, ну, может, руки из нужного места растут. Уверен. Да, и до этого я занимался мелким ремонтом, а потом думаю, какая-то вот такая вкратчивая мысль сделать гитару самому. И, слава Богу, современная, будем говорить, информация, которая дает интернет, она дает огромные возможности в плане продвижения творчества, черпания информации. И я наткнулся на ролик Владимира Чернякова из «Ночь боксарская», который рассказал, как сделать гитару. Я первый раз посмотрел второй, третий, четвертый, пятый и понял, что я должен сделать гитару. Но это уже четвертая моя гитара. Так. И, в общем-то, и сейчас я уже три гитары делаю. Для себя? Ну, и одну для себя, другую, да, друзья на заказ. И, в общем-то, вот такая оригинальная форма. Ну, это, наверное, детские какие-то воспоминания была. Бас Орфей скрипичного. Ну, и захотелось вот с оригинальностью. Ну, инструмент получился. А что самое главное для тебя в инструменте? В инструменте? Ну, это душа мастера и дерево. С плохого дерева, естественно, ничего не слепишь. Ну, и вот усидчивость, вот этот кайф, который получаешь от того, что оно потихонечку двигается, выстругивается, настраивается. И потом, когда это все сверстит, думаешь, неужели все это сделал я? Понятно. Ты вложил душу в этот инструмент. А где душа у инструмента твоего? Душа у инструмента? Ну, это струны хорошие. Так. Которые идет от дачи. И душа на деке, которая при игре отдает тепло свое. И вот этот вот ритм, которым она обладает и звуком, он идет в отдачу уже тебя назад. Вот, наверное, вот таким образом определяется хороший инструмент и неплохой. Ну, мы, я думаю, все наши телезрители знают, что скрипичные мастера, да, и Амати, и Гварнери, и так далее. Страдивари. Страдивари, да. Они гитары делали, не только скрипки делали. Вот, они известны больше все-таки как скрипичные мастера, да. А гитарные мастера есть вот так, чтобы мы могли прямо сходу сказать, а, да, ну точно, он же гитары делал. Или все-таки гитары, это немножко другой инструмент, не более такой клеймо мастера, на котором ставится. мастера, мастера, которые, в общем-то, и гитары делают, и все остальное, они очень большой цикл охватывают инструментов, но это нужно посвятить всему жизни. Поэтому отдельные полки, которые занимаются, в общем-то, я знаю, в Питере проходит конкурс на лучшую гитару. У меня была ленинградская, первая гитара была ленинградская. Ну, с ленинградской, с питерских гитар все начинали, 12-струнки, которые, в общем-то, были в большом дефиците, и когда видели 12-струнную гитару, это просто все, это отпад. Да, когда я первый раз у своего друга увидел 12-струнную гитару, я такой подумал, ого, вот это да. Это круто. Это круто. Ну, были инструменты болгарские, кремоны. Кремоны, конечно, у меня сейчас кремоны. Жанна Бечевская, в общем-то, на такой гитаре играла, и в 80-е годы очень хорошо под гитару воспринималась песня. Ну, на авторских фестивалях в основном, конечно, это гитара в живом звуке. Ну, и сейчас как-то склоняется планка. Почему? Потому что молодежь идет со своими песнями, со своим понятием в жизни, и очень оригинально это получается у них. У нас тоже это очень оригинально получается, а потому давай еще что-нибудь сыграем, споем. Значит, я хочу сказать, что я, как человек военный, очень большую, как бы, часть своей поэзии посвятил именно служению родины. Патриотической песни. И даже у меня есть награды союза офицеров советских за военно-патриотическую направленность творчества. У меня есть медаль 320 лет российского флота, это ветеранов военно-морского флота за именно военно-морскую тематику, песенную. И сейчас я хочу спеть песню «Танк». Ну, это такое размышление от третьего лица. Хорошо. На гранитном пьедестале Как зеленая лягушка Тридцать тонн с лихвой устали Корпус клином Башня Пушка Весь замшел Как древний мамонт Мазан Сотни литров Краски В баках Топлива Неграма Агрегат Давно Без Смазки Помнил Зуд Перед Атакой Голос Хриплый Командира Как давили Фрица В траки Бил В врагах В бою Нефти Были Дыры Были Раны Были Свежие Заплатки Был В бою Лихим Задирой И Играл Со Смертью В Прятки На войне Лишь Слово Надо Знали Мы Ее Трудяги Но Затихла Канонада А Над Рейстагом Наши Стяги Дай Приказ Товарищ Сталин Все Устал На пьедестале На пределе Нервы стали Хоть и сделаны Из стали На гранитном Пьедестале Как зеленая Лягушка Тридцать тонн С лихвою стали Корпус клином Башня Пушка На гранитном Пьедестале Как зеленая Лягушка Тридцать тонн С лихвою стали Корпус клином Башня Пушка Ну вот такое вот, когда говорили, был у нас поэт «Царство ему небесное» Игорь Мусиенко, который говорил, если ты хочешь написать это имя предмета, у меня много песен, вот именно от третьего лица, и все-таки в таких песнях, наверное, душа выходит на первый план. Тогда она понятна зрителям и слушателям, которые приходят на концерт, и очень благодарным своим теплом, своими отзывами, как бы тоже влияет на творчество не только мое, и всех, кто выступает со сцены, работает перед аудиторией. Ну это основная часть удачи, будем говорить, в продвижении автора и непосредственно песенного творчества, которое он представляет. А что для тебя значит творчество в том понимании, что ты это делаешь для себя, ты это делаешь для заработка, ты это делаешь для того, чтобы осталось какое-то культурное наследие, либо, ну чтобы действительно люди не забывали ту же авторскую песню или те моменты, о которых ты поешь в своих песнях. Ну с учетом груза прожитых лет, в общем-то понимаешь, что вот то, что я делаю, и видя реакцию слушателей моих, которые приходят ко мне на концерты, я делаю концерты платные, бесплатные, выступаю перед солдатами, выступаю в домах офицеров, перед ветеранами. И в общем-то, ну наверное, каждый человек творящий, он все равно, я не верю людям, которые говорят, да я пишу в стол, я пишу для себя. Если ты это делаешь, то ты должен делать это хорошо и для людей. Ну и естественно, процесс заработка встает в том плане, потому что, ну хлеб насущный тоже нужно. Конечно, это понятно. Бедный поэт, он просто умрет. Поэтому для того, чтобы выжить, и платные концерты бывают, и выступаю я, и сам делаю, и мне делают концерты, и на радио звучат песни мои, и в общем-то, я вот все это время работаю над собой. Это тебя уже настолько вошло. Ставил целью, но это уже образ жизни, и я этим живу. Вот у меня лежит твой альбом, где написано «Петь как будто дышать». Ну это вот такое вот выражение, что для меня проще сказать, как это говорится, вот поэт, рождая свои стихотворения, тот же Евтушенко, другие поэты, они выходили и говорили, да, а у меня получается поэзия, я такой пропойца стихов под гитару. Поэтому где-то, наверное, 95% моих стихов — это все, это песни. Давай еще споем. Значит, я сейчас хочу, продолжая как бы военно-патриотическую тему, значит, песня про разведку, как эпизод в Великой Отечественной войне, который мог произойти, может быть, и не произошел, но в моем видении вот это могло быть, потому что оно отражает русский характер. Песня называется «Мы разведка». Мы разведка, Сталин с нами, сорви головы, вышиваем орденами, будто золотом. Днем мы спим и отдыхаем, ночью через фронт тихо, мирно погуляем. Нас и не взять на понт на 123-м рейде, все пошло не так. Дядя Вася тут даючи бредил, говорит, берегись собак. Пошутили, посмеялись. Дядя Вася, спи. А языка не тихо взяли, а еще не исти. А вдогонку прям по пяткам перекрестный лай. Я сибирский парень хватки, мне медведя дай. Но медведь один здесь свора, свора как шакал. Будут рвать все без разбора. Панели пропал. Я машу. Давай, ребята, мол, их придержу. Ночью как-то жутковато. Чувствую, дрожу. В левой финка, в правой вальтер. Напряжение весь. Два по фронту, три в килеватор. Буду драться здесь. Два с налета прям под выстрел. Рухнули к ногам. Третий нож отведал быстро. И ушел к богам. Мне овчарка тянет руку. Уцепилася, а сзади валит меня, сука, в шею впилася. Нож в руке, кричу я гадом. Здесь игра на жизнь. Нож кромсает все, что рядом, гниды. Ну, держись. Шевелилась куча мяса. Каждый жить хотел. А только после стало ясно, кто кого сумел. Догонял, ребят, я в трансе. Дядю Васю клял. Не оставил тварям шансов. Кровью троп имел. Затянулись скоро раны. Мы живучие. Не сожрало, как барана, племя сучие. Затянулись скоро раны. Мы живучие. Не сожрало, как барана, племя сучие. Я как будто сейчас вместе с этими ребятами побывал в разведке. Настолько все описано достаточно тонко, четко и эмоционально. Ну, как эпизод. У меня дед в разведке служил. И, в общем-то, от ран он в 1953 году умер в госпитале. И, ну, наверное, чувство ответственности перед нынешним поколением. Почему? Потому что патриотическим воспитанием нужно заниматься. Нужно писать на эту тему. Нужно перед молодежью с этими песнями выступать. Вы знаете, они очень хорошо воспринимают. Андрей, тогда такой вопрос. Я понимаю, у всех разные направления. Ко мне не раз приходили люди, назову их бардами. Или исполнителями авторских песен. У одного тематика «Ты пришла ко мне, я к тебе не пришел». У второго «Закат и солнце, день чудесный». И были люди, которые действительно поют песни, которые, наверное, близки, по крайней мере, нашему, там, российскому, советскому человеку. Учитывая то, что пришлось пережить нашим, да, отцам и дедам. Это долго еще будет у нас в крови? Ну, наверное, через два поколения. Так. Почему? Потому что, ну, все-таки в нас ген советский живет. Без этого мы никуда не денемся. И вот эти ностальгические чувства, которые у нас рождаются, возвращая нас с каждым прожитым годом. У меня вот есть песня, я сейчас ее исполню. Она называется «Еще час сорок». Проходит очередной день рождения. Молодежь, когда встречает свой день рождения, они смотрят вперед. А наше поколение уже с каждым прожитым годом смотрит назад. И вот заканчивается праздник. Стол растерзанный убирается. Подарки собираются в углу. Наступает ночь. Еще час сорок Вымучил у ночи Синдром похмельный Не дает мне спать Поговорить со мною Темень хочет И в юность Приглашает погулять В двадцатый век Безоблачные Годы Когда шпана Дворовая Гурюбой На великах к реке Давала ходу Туда, где каждый был Самим собой Туда, где не было Дурацких правил Про то, что можно И чего Нельзя Вдали от взрослых Дух Пацанский правил Пацанский правил Там были не по возрасту Друзья По-взрослому ломали Папиросы Не помню марок Первых сигарет Куда, зачем Там не было вопросов И пофиг И пофиг был Родительский запрет Пить начали Спортвейна Три семерки Потом покрепче Водка Каленвал По нам Скучали Школьные Пятерки Ну о них Никто из нас Не горевал Мы вечерами Слушали Гитару И неумелый Юркин Перебор Опустошали Дружно стеклотару Ну а потом Потом Сады Через забор Светлеет в окнах Значит быть рассвету И значит день Разбитый По часам И куча дел Не внемлящих Советам Советы слушал Но Решал все сам Все больше В именинном Торте Свечек Годков Все больше И брутальней Стать Я прошлое Мне давящее Плечи Прошу Почаще Не давать Мне спать Прошу Почаще Не давать Мне спать 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 Я уверен Что сейчас Телезрители Я так назову Нашего поколения Согласятся Со мной Что действительно Мы стали чаще Вспоминать Как мы жили тогда В Советском Союзе Да Может быть Кто-то это связывает С тем Что Тогда мы были Помоложе Деревья были Не такими Высокими И большими Земля крутилась Другую сторону Мне хотелось бы Соединить Эти два момента Мы вспоминали Сегодня Высоцкий Розенбаум Галич Акуджава А сейчас Есть Исполнители Которых 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 Разных Регионов У них Все По-своему И Мотивность Какая-то И Лексикон Может быть Какой-то Местный Присутствует При этом Самом Поэтому Я могу Точностью Сказать Что много Очень Талантливых Ребят Которые На Российском Пространстве Существуют Ну Может Кто-то Из-за Своей Лени Может Из-за Того Что Не Находится Человек Который Может Его Поддержать Может Из-за Каких-то Личных Качеств В общем То Не Может Подняться А современной Аудитории Нужна Эта Музыка Современная Аудитория Как таковой Последнее Время Вот Я Есть Аранжированные Песни Очень Много Которые Звучат Хорошо Но Общение Гитара Голос И зал Вот Это Такая Ниточка Тонко Настраивается Почему Потому Что Инструмент Гитары Очень Душевный Звучный Он В каждую Клеточку Слушателя Проникает И Когда После Первых Двух Песен Восстанавливается Такая Связь Зал Работает Чисто На Таком Взаимопонимании И Очень Приятно Это Чувствуется Вот Именно Нужна Такая Навел Меня На Следующий Вопрос А Кто Тогда Твой Слушатель Кто Мой Слушатель Ну Мой Слушатель Это Романтик В первую Очередь Человек Который Мыслит Может быть Немножко Другими Категориями Это Человек Моего Возраста Который Поймет То Чем Я Пою Ну И Может Часть Песен Будет Понятна Непосредственно Молодежи Которая Приходит На концерты Слушает И В общем-то Отзывается Может быть Даже Может быть Даже Мое Творчество Повлияет На кого-то Из молодых Это В общем-то Нормально Это Преемственность Поколений И Хотелось бы Конечно Чтобы Песни Жили И В общем-то И Мы для этого Все делаем Сегодня Для этого Я В вашей Студии И Поэтому Вот это Общение С телезрителями С московской Аудиторией Прежде всего Конечно Приходите На мои Концерты Будем И в Москве Пытаться Что-то Сделать Поэтому Очень С удовольствием Буду Ждать Вас Не так Много Времени Остается У нас В эфире Но еще Хочется Послушать Лирический Блог Да Да Еще Хочется Послушать У меня Есть цикл Песен Лирических Он называется Улетаешь От меня И Часто Спрашивают А как Вот Что Чего Ну Вот Это Просто Может Быть Понимание Вот Женской Аудитории Которая Приходит С годами С опытом И В общем-то Эти песни Воспринимаются Первая Песня Называется Улетаешь От меня Любимую Далеко За бугор Стальная Птица От меня Несет И Снова Опустел Аэропорт Все Доводы Мои Теперь Не в счет Испачканный Помадой Твой Бокал Хранит Еще Тепло Любимых Рук Кмельным Навеки От тебя Я стал Мне Душу Разрывает Сердце Стук Улетаешь От меня Улетаешь От меня Убегаешь От меня Ты Надолго Оставляешь Оставляешь Меня Оставляешь Ты Меня С Неоплаченным Тебе Чувством Долго В туманном Небе Скрылся Самолет Не захотел Тебя Делить Со мной Не б Задержать На миг Его Полет И до Тебя Дотронуться Рукой Еще Раз Прочитать Твои Глаза Прости Меня Коль Был С Тобою Груб Но Ты Вдали Достать Тебя Нельзя Не Целовать Мне Больше Сладких Губ Улетаешь От Меня Улетаешь От Меня Убегаешь От Меня Ты Надолго Оставляешь Ты Меня Оставляешь Ты Меня С Неоплаченным Тебе Чувствам Долго Оставляешь Ты Меня Оставляешь Ты Меня С Неоплаченным Тебе Чувствам Долго В туманном небе скрылся Самолет Не захотел Тебя Делить Со мной И снова Пустел Аэропорт Все доводы Мои Теперь Не в счет Эта песня Идет В связке С песней Вторая серия Когда Любимая Понимает Что она Не может Без любимого Она возвращается Песня называется На машине Мчусь я в ночь На машине И не думал И не думал Трапезно Я люблю Тебя За то Что все Время Разное На машине Мчусь я в ночь И теряю Голову Отгоняю Мысли Прочь Зазнобила Холодно Холодно Спасибо большое А я хотел бы Вот что По крайней мере Заметил Во время Нашей встречи Мне кажется Что Те песни Которые мы спели В начале программы Они Приходили уже С опытом С прожитым С прожитыми годами Да А вот то Что сейчас Блок Мы исполнили Вот эти две песни Лирические Мне кажется Ради этих песен Мы и брали В 12-14 лет Гитару в руки Для того Чтобы петь Именно Эти песни У нас К сожалению Остается время Только на На одну композицию Что мы подарим Нашим телезрителям Чтобы прям Они сразу Сказали себе Жизненную точку поставили Да Сказали себе Мы обязательно Посмотрим еще Дело в том Что Вот аранжированные песни В общем-то Хорошо воспринимаются Зрителям И одна из Новых моих песен Которая вот Продолжение Лирического цикла Идет Песенка Называется Зимняя вишня Которая посвящаю Всем милым дамам Которые нас сегодня Смотрят И Может быть Девочкам Которые Может быть Поймут О чем О чем В адрес Андрей За то Что он Принял Наше приглашение И Побыл С нами Все это Время Я с вами Прощаюсь До новых встреч Ну а сейчас Зимняя вишня Выше монитор Ягоду сорвать С ветки Дернул Черт В ней Любовь Давно Вызрела Сразу Как Вкусил Так И Пал Ничком С одного Сдурел Выстрела Вишня Ты Моя Ягодка Вышла Так Почти Зимняя Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Вишня Ты Моя Ягодка А вышла Так Почти Зимняя Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Трезвым Быть С тобой Мне Никак Голова Всегда Пьяная А душа Рвалась Сквозь Сника Сыпалась Крупа Манная Вишня Ты Моя Ягодка Вышла Так Почти Зимняя Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Вишня Ты Моя Ягодка Вышла Так Почти Зимняя Ягодка Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Жизнь Грозит Во след Пальчикам За спиной Шипят Демоны Девочки Моей Мальчикам Буду До конца Дней Моей Вишня Ты Моя Ягодка Вышла Так Почти Зимняя Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Вишня Ты Моя Ягодка Вышла Так Почти Зимняя Свыше Мне Судьбой Танная Кислогорька Сладкая Винная Кислогорька Сладкая Винная Кислогорька Сладкая Винная 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 Винная